Ленинградская область в очередной раз отметила важную траурную дату в своей истории. На территории мемориального комплекса Большой Заричи состоялась областная акция «На страже памяти священной» – так называемый «День сожженных деревень». В ней приняли участие делегации и представители от всех районов. Послание гостям церемонии от председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Вивенина зачитала депутат Марина Левченко. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб в пожаре войны, чьим мечтам не суждено было сбыться, кто сегодня взывает к нам из того страшного лихолетия. День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области – это напоминание нам, живущим, о том, насколько хрупкое наше время, как дорога жизнь каждого, каждый день, как важно, чтобы тучи войны никогда не заслонили солнечного света. Желаю вам всем участникам акции «Мирного неба над головой» здоровья и радости. 30 октября 1943 года. Этот черный день стал последним в жизни деревни Большой Заричи. Именно тогда она была практически стерта с лица земли из-за подозрений нацистов о связях жителей с деревней, с партизанским движением. Несколько человек были показательно расстреляны, для остальных же подготовлена еще более жуткая кара. Их согнали в один из домов в соседней деревне Глумице и сожгли заживо. 66 человек, среди них 19 детей. Сама же деревня Большой Заричи также была придана огню. И после окончания войны она не восстанавливалась. Но уже в 1971 году на месте деревни был возведен монумент, представляющий партизана, возвратившегося в сожженную деревню. Большое Заричи, как населенный пункт, уже давным-давно не существует. Мемориал. Здесь люди не живут. Но все ж оно, поверьте, не пустует. Притом не только в дни больших торжеств. Вот как сегодня. И когда нас много, те, что из близких и неблизких мест к мемориалу выбрали дорогу. Большой Заричи – не единственная деревня в области с подобной судьбой. Только в одном Волосовском районе было истреблено 37 деревень. Всего же за годы войны на территории региона было уничтожено 20 городов и 3000 деревень. И торжественная траурная акция на страже памяти священной дает нам возможность никогда не забывать об этих событиях. Не предавать забвению подвид тех, кто поплатился жизнью не на поле боя, а в своем родном доме, пав безвинными жертвами немецких карателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok